Сколько стоит быть здоровым и как не разориться, покупая в аптеках медикаменты? Вопросы, волнующие, пожалуй, всех. Идти в поликлинику за рецептом или ограничиться нерецептурными препаратами? Что выбрать – отечественное или импортное лекарство? И сколько придется заплатить за корзину жизненно важных и необходимых медикаментов? Президент страны Владимир Путин поручил Кабинету министров рассмотреть вопрос о создании сети государственных аптек, чтобы обеспечить население доступными препаратами. Частный фармацевтический бизнес в Самаре и сам готов брать на себя социальную нагрузку. Все контракты заключены, цены определены и изменяться они не будут. И те количества, которые должны быть поставлены, все поставлены будут. И здесь бояться какого-то дефицита и чего-то не стоит. По сравнению с 2014 годом цены на лекарства по результатам мониторинга отдела контроля и надзора за обращением лекарственных средств выросли в среднем на 3%. И в большей степени медикаменты бюджетного сегмента до 50 рублей. Связано это с тем, что подорожали расходные материалы, из которых делают таблетки. Производство лекарственных средств вообще дело непростое. Сейчас в Самаре всего 7 аптек, которые изготавливают рецептурные препараты. В 92 году их было 59. Это убыточная функция, безусловно убыточная. Она требует высокого профессионализма специалистов. Она требует огромного документа обороты. Этот вопрос стоит в том числе по созданию государственной аптеки. К сожалению, на сегодняшний день у нас осталось их 4, из них 3 осуществляют производственную функцию. Создадут ли государственные аптеки в Самарской области или же их функции распределяться между крупными фармацевтическими сетями, эти вопросы будут решать в Министерствах здравоохранения и Минэкономразвития. Марьяна Мирная, Павел Пресняков. События.